привет друзья и гости моего канала мог банк картошечка селёдочка селёдочка у меня вот здесь вот я ее нарезала ну как я сделала мариновала лучок суда селёдка сенсой сюда чуть-чуть добавила уксус сюда немножечко луку побольше ой слюнки текут мои помидорчики ножик вот я забыла взять ладно и хлеб наш вода вода еще вода как же без воды не тунды и не сюды без ванди майонез я вот еще взяла но не знаю буду я его есть или нет всем приятного аппетита мук банк горяченькая с пылу жару картошечками тут маслица еще на дне лежит лежит налито вечер у нас с лучком маринованным это вообще отпад вкусно как но дождь у нас перестал целый день вчера шел дождь вкуснятина вот так сделаете с луком ты чё чихаешь барсик барсик мой какие-то те челнок вкусные помидоры и мясистые идем вот так ну о о о о о о о о очень вкусно неохота ничего говорить вкуснятина прям вообще прям вот хе вот это кто ел хе это очень вкусно мне научили девочки из свежей рыбы это объедение научила она жила в узбекистане женщина и приехала к нам с нами в рыбцехе работал со мной вместе она принесла это было сделано 15 назад принесла нам это хе хе ой мы говорим надя какая вкуснятина чё это такое а мы как раз на рыбе работаем рыба всякая и судак и гибрид и бирж и жазан и щука и белый амур и сом у нас во рыба была я начала это хе делать за уши не оттянешь как вкусно тоже вот так вот на это уже готовая соленая рыба то ли а то свежую вот так тоже соломочкой полосочки режешь много лука туда тоже соломкой крошусь уксус и соевый соус все это маринуешь у меня уже даже через полчаса будет готова потом туда надо еще приправы для моркови по-корейски покупать смотря сколько вы делаете рыбы если много я вот я вот пачку целую высыпала потом масло закипит аж задымится эту приправу высыпаешь центр рыба с луком и кипящее масло вот на эту приправу ой перемешаешь она еще минут 15 настоится 20 все это поженится это вообще вкуснятина ну вот у меня квартиран жил он еще соломку вот так лук и он еще соломочкой тоненько нарезал перец сладкий свежий к рыбе тоже очень вкусно ну рыбы на луку надо побольше это такой вкус дает лук очень вкусно короче это вот так вот эти челнока и он не лопается помидор весь целенький при консервации ничего не лопается челнок весь 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 целый и мясистый челнок он вот такой весь ровненький сливочек сливочки она вот какая сливка и салат с него можно делать летом кушать в свежем виде в консервацию у меня как у него плотная сладкая короче помидоры универсальные туда и сюда можно вот этот нажратый и макароны ел по-плоцки и жидкий корм я ему под пакетик дала и и хвост селедки я ему дала он съел видите он стоит молчит он не голодный он сытый лука я маловато порезал надо было побольше всегда надо много лука но вот что-то я наскоря на скорую руку быстро пожалела лука надо было лук побольше селедка соленая получается как хе очень вкусно надо было конечно много прям лука положить он маринованный замариновался лук как время быстро летит а уже пол ноября прошло туда-сюда и новый год туда-сюда и 8 марта опять снова он вкусненько как сейчас мне попался шорт две барышни танцуют уже наверно под 40 лет уже и по страку как говорится лет и ягодицы все наружи вот раньше помните в 70-х годах купальники были юпочка трусики а сверху юпочка и вот это самое место передняя она была открыта а сверху вот так юпочка на бедре на бедре была юпочка купальники сплошные знаете у моей сестры люда у тебя такой был купальник я помню если смотришь вот а эти танцуют это как бы у них платье ягодицы вот так наружи и передок вот так треугольник наружи ну я поняла это как костюм идет типа купальника под низом это было что-то почитала комментарии поняли какие комментарии да это это просто жесть но и оборжался над этими комментариями я жал вообще не могу а там такие комментарии прикольные вообще вот вот кому грустно скучно зайдите вот на такие ролики читайте комментарии обхохочетесь я так поняла это бразилия что танцевали у них вот это вот юбки вот эти короткие все вот этот шорт бабку показывают она не бабка женщина она лет может быть ну не знаю сколько ей может быть 65 вот она тоже танцует таких и эти две такие же точно но у них наверное это так принято национальные наверное у них костюм такой на танцах наверное но вы знаете у нас папа у меня папа был очень строгий очень он был строгий у меня платье было форма с рукавом да ну вот здесь мама этот нашивала как ее звать гипюр гипюр вот эту вот ленту и на рукава помните да и платье у меня было намного ниже колена прям намного вот она у меня была между щикалкой между щикалкой и коленкой вот такой длины а некоторые у нас девочки которые уже чувствовали себя взрослые это было где-то наверное 8 класс 9 они носили чуть ли не как вот эти вот бразильянки которые танцуют куда мама их тоже смотрела 70-е годы чуть ниже попы вот я вам правду говорю 70-е годы вот так но тогда тоже была короткая мода мода была короткая тоже носили короткие вот так а у меня нет ниже колена и прям порядком ниже не дай бог там что никак не так папа так харкнет мало не покажется и на горохе я стоял в углу да да и не я наверное одна такая вот так наказывали а наказал отец но он был бешеный то ли умножение я не выучила позвал меня иди сюда я не помню то ли сказал я то ли не это где-то наверное в классе ой я помню я реву стою на горохе ну не знаю может быть в шестом классе я была может быть в пятом а мне же больно а я реву ну не ору прям громко ну больно было ревелась по делу ой мама моя как заменит как занервничала ой да долго я стоял на горохе потому что я уже орать начала реветь мне больно ой мама уже запаниковала пусть стоит не жалей ее защищаешь ее пусть стоит ой я помню мама как заскандалила с ним вот из-за этого гороха ой как она начала на него кричать но я долго стояла уже прям страшная была боль я помню они прям конкретно прям поругались вот так короче друзья товарищи половина спорола и это глянь сколько у меня здесь много было картошки ой обожралась друзья подписчики мои о огромное спасибо за подписку прям вижу что подписка идет успешно благодарю вам благодарю вас подписчики дорогие очень благодарю я рада всем вам огромного здоровья всего того что вы желаете в общем все наелся я ну че ты мама я глянь как я немножко мама обиделся нахмурил брови стоит нахмурил брови стоит нахмурил брови стоит вообще недовольный скажет мама мама то всегда кусочек мне кидаешь даешь че такое мам сейчас я ему дам ну барсик ты уже ел сегодня я тебе давала и рыбку давала и корм самый такой мокрый ты не голодный даже я пить хочу не могу после рыбы ой вилок полно подложила глянь куда стак оооо как у дурака махорки ой сейчас бы рассольчик какой рассол от этих помидор вкусный ой это вообще сладкий нет я уже наелась на ночь не буду этот маринад есть много а вот эту селедку делайте так от кости я ее отделила полностью тоненько нарезала лычочек тоненько-тоненько у меня лук нарезан видите как совсем тоненько эти вот полосочками нарезала зауксировала паприку туда луку надо прям много не жалеете лука поперчила острого перчика но у меня соевого соуса не было девятипроцентный уксус там немножечко чуть-чуть уксуса может быть чайную ложечку даже наверное меньше и вот это сенсой для морковки по-корейски на себя пелюсь открыла пачку ну я там прям наверное ну не знаю на кончике наверное чайной ложки ну не на ложку а вот так чуть выдавила перемешала а вкусно а у меня в холодильнике гибрид лежит я взяла у нас в этом рыбный магазин есть свежая рыба наша донская продается всякое а сейчас осень она жирная рыба жирнючая ой уж я то знаю толк в рыбе в донской двадцать лет в рыбцехе на этой рыбке то проработала ммм ладно друзья всем доброй ночи добра